Всем привет! Вы на канале Эльдорадо, меня зовут Оля и только недавно мы рассказали вам про Honor 200 Lite, как пришло время познакомиться с его старшими братьями. Это Honor 200 и Honor 200 Pro. Давайте пройдемся по всем сходствам и различиям. Итак, внешний вид. Помимо классического черного исполнения, обе модели выпускаются с перламутровой задней крышкой. Honor 200 получил больше таких расцветок. Белую, зеленую, прошка лишь одну белую, но зато для нее есть уникальное исполнение. Это цвет океана с узорами, похожими на волны. Выглядят, но очень симпатично. Визуально можно подумать, что модели очень похожи, но на самом деле это не так. Боковые грани и экран у Pro-версии скруглены сильнее, чем у базовой модели. Размеры отличаются не сильно, а разница в весе всего 10 грамм. Зато оба смартфона очень тонкие, всего 8 миллиметров. В руке Honor лежат очень удобно, поэтому можно спокойно пользоваться только одной рукой. Можно сказать, что экраны идентичные, но это тоже не совсем так. У 200 Pro он чуть-чуть побольше, как и его разрешение. А в остальном это прекрасный AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и высокой плотностью пикселей. AMOLED отличаются точной цветопередачей, глубоким черным цветом и суперской контрастностью. А с такой высокой частотой обновления экрана все пролистывания, скроллинги и какие-то динамичные сцены будут выглядеть очень плавно. Что важно, не забыли о защите зрения. Здесь и шим частота 3840 Гц, интеллектуальные циркадные ритмы и минимизация синего спектра. Так что смотреть контент будет приятно и на 200 Pro, и на обычной версии. А вот процессоры у них разные. В Honor 200 установлен Snapdragon 7 третьего поколения, а в 200 Pro Snapdragon 8s третьего поколения. Естественно, старшая модель будет производительнее. Это, кстати, подтверждают синтетические тесты Geekbench 6. При этом прошка имеет только одну комплектацию памяти, а вот у базовой модели выбор на любой вкус. С точки зрения пользовательского опыта вопросов вообще нет никаких. Все работает плавно, быстро, без каких-либо зависаний. В играх, конечно, можно поставить высокие настройки, но стабильнее будет работать именно старшая модель. При этом батареи хватит надолго. У обоих смартфонов емкость аккумулятора 5200 мАч, что позволяет, к примеру, 6-8 часов играть онлайн. Ну а быстрая зарядка на 100 Вт восстановит батарею минут за 30. В целом можно вообще не переживать о том, что смартфон вдруг внезапно может разрядиться. Набор камер у обоих смартфонов почти одинаковый. Это основная и телефотокамера на 50 Мп каждая, но фотомодуль на 50 Мп у Pro-версии идет от OmniVision, а в обычной от Sony. А третья – ультраширокоугольная на 12 Мп с функцией макросъемки. Honor вообще всегда отличались хорошей цветопередачей, детализацией, приятной контрастностью и резкостью. Эти смартфоны, конечно, не исключение. Есть, кстати, уникальная фишка – это специальные режимы портретной съемки от студии Harcourt. Это вообще, можно сказать, мастера портретной фотографии с более чем 90-летней историей. И в коллаборации с Honor они теперь дарят нам новый формат от съемки именно на смартфон. Ну и, наконец, если вы любите делать селфи, то вам точно понравится фронтальная камера аж на 50 Мп. Можно снимать в очень высоком разрешении и менять ширину угла съемки, чтобы все ваши друзья влезли в кадр. На этом у меня все. С вами была Оля. Приходите в Альдорадо и смотрите, какой смартфон подойдет именно вам. Всем пока! Продолжение следует...